МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слышь, спасение, подменер Фролин Селянкин. Ежедневно в Тверской области сотни людей, оглашая окрестности звуками сирены, мчатся на красно-белых машинах, чтобы спасти чье-то имущество, чей-то дом, чью-то жизнь. Все мы слышали с детства об этой настоящей мужской профессии – пожарной. Все слышали, но мало кто в реальности представляет, что такое служба пожарных, как именно выглядит депо, как выглядит та самая большая яркая машина, на которой спешат тушить пламя, во что огнеборцы экипированы. Ежедневно в Верхней Волжье боевую вахту несут 86 пожарных частей. Четвертая, расположенная на улице Желябово областного центра, одна из лучших. Ее и открыли относительно недавно. Современные стандарты видны тут во всем – и в архитектуре здания, и во внутренних планировках. Просторный светлый гараж. Он, среди прочего, оснащен эффективной системой удаления выхлопных газов. Удобные служебные помещения. Столовая, комната отдыха, больше напоминающие уютные спальни пионерлагерей. Спортзал в ПЧ номер 4, хоть и небольшой, но укомплектован всем необходимым. И это не прихоть, а служебное требование. Ведь нередко огнеборцам в полной боевой выкладке приходится подниматься по лестницам. Хоть на 5-й, хоть на 10-й, хоть на 20-й этаж. Ведь лифтом при пожаре им пользоваться категорически запрещено. В нашей работе необходимо применять когда-то и силу. То есть люди должны быть физически развиты хорошо. Для этого у нас проходят занятия. Согласно расписанию занятий. И также в свободное время люди приходят сюда заниматься. Даже в свободное время. Здесь есть и комната психологической разгрузки. Тут огнеборцы, если случился особенно трудный, в первую очередь в моральном плане выезд, всегда могут пообщаться с психологом. В том числе и сидя в таком ультрасовременном массажном кресле. Опыт работы мой и людей показывает, что бывают случаи, после которых необходима психологическая помощь. И пожарным, как и простым людям, как и пожарным, эта помощь необходима. Для этого существуют такие комнаты. То есть эти случаи, это ликвидация особо тяжелых пожаров? Особо сложных? Даже не столько особо сложных пожаров. То есть на пожарах, вы знаете, погибают и люди, и люди травмируются. И бывает, что и дети погибают. То есть это очень большой стресс для человека, для любого. И для пожарного в том числе. И даже для опытного пожарного, который уже не первый. Конечно, конечно. Любая смерть, это свой отпечаток накладывает. Центральный пункт пожарной связи здесь называют «сердцем ПЧ». Именно сюда поступает информация о пожарах. Причем не от самих граждан. Все их звонки по номеру 01 или 112 поступают в региональное управление МЧС. В Центр управления кризисных ситуаций. И уже оттуда информация переадресуется сюда. Мало кто из обывателей знает, что направляя пожарную команду на тот или иной объект, сотрудники пункта связи отлично знают, что из себя представляет загоревшееся здание. В том числе и благодаря современным технологиям. А именно компьютеру и плазме. Достаточно всего лишь навести курсор. Здесь нам нужны слои водоисточники нашего района. То есть каждый гидрант пометил? Да, да. 340 гидрантов городских у нас. И объекты по классности, по рангам пожара, по сложности. Зелененьким флажком это один бис. Синенький второй номер. И третий самый опасный, их 6 объектов в нашем районе, это по третьему номеру. Вот, к примеру, набережная Степана Разина, 23. Это детская областная больница. На нее щелкаем и получается вот характеристика здания. Сколько этажей? Сколько этажей, какие? Перекрытия, стены, кровля, водоснабжение, электричество. Вся информация есть. То есть вы уже сразу отлично представляете, куда едете? Конечно, да. При этом бумажные носители информации тоже никуда не делись. Вот в этом стеллаже данные о всех объектах центрального района Твери. Именно он находится в ведении ПЧ-4. Вот такую папку берет с собой на выезд начальник караула. В ней есть все. От подробных планов всех этажей той же детской областной больницы до прогноза развития пожара. Пожар возможен на любом этаже, в любом помещении здания областной детской больницы. Сходя из реальной обстановки на объекте и учитывая статистические особенности данной по пожарам, пришедшим в подобные здания города Твери, и большая вероятность возникновения пожара на кухне от короткого замыкания в электрооборудовании. Внутренняя планировка здания областной детской больницы коридорная с двухсторонним расположением различных помещений. Коридоры большой протяженности и имеются естественные освещения. На этажах расположены также различные подсобные помещения по обслуживанию больницы. Пожарная нагрузка в старом и в новом корпусах больницы не одинаковая. Парк машин ПЧ-4. Это пять автоцистерн и одна автолестница. Она предназначена для эвакуации людей из высотных зданий, которых в Твери возводится с каждым годом все больше. Сергей Ротарь, еще молодой пожарный, говорит, что лично ему обучение работе на штурмовых лестницах, а среди них, естественно, и эта автолестница, показалось самым сложным. Ну, осваивать это как всегда тяжело. А потом, когда уже поймешь тактику, как все делать, уже как все просто становится. По лестнице на высоту доводилось? По лестнице? Конечно. Ну и как? Первый раз страшно, а потом как-то смотришь и даже весело. Хочется подниматься. Сильнее лестница получается? Ну, если ветер большой, то лезь сильно. Какие ощущения? Иногда страшно. Ну, а так, в принципе, нормально. А самым большим скромным, которым доводилось заводом поезд? Ну, вот, 50-метровая лестница. Она выдвигается на сколько? На 49 метров. Ну, самое высокое. А тут спускались. Ну, конечно, рабочие лошадки любой пожарной части – это автоцистерны. Они здесь самые современные. Оборудованные на базе Уралов и Камазов. Объем перевозимой воды – 3200 литров. Для забора воды с водоисточника. С пожарного гидрана, с пожарного водоема, да. Крышка открывается. Ну, показывать сейчас не буду. Соединяются рукава. А вот это для чего? Насос на данной машине автоматически управляется. То есть управляется он как с кабины водителя, так и непосредственно отсюда. Все управление автоматическое. То есть нажимаются кнопки. А чем, по идее, что такое насос? Ну, льет и льет. Чем, по идее, здесь управлять, вот обывателю, кажется? Ну, воду нужно необходимо в насос, чтобы она попала сначала. Вода в насос. И потом уже распределять ее непосредственно либо на эту сторону выкидывания по трубке, либо на ту. То есть в зависимости от того, что здесь показано на дисплее, значит, уровень воды, уровень заполняемости бочки. Все это должно быть указано. Также повысить давление, понизить давление. Ну, то есть все автоматически. В кабину личного состава попадаешь по удобным выдвигающимся ступенькам. Дыхательный аппарат легко одевается уже в пути. Поднимаем рычаг и выходим уже непосредственно с аппаратом. То есть это очень удобно для личного состава. Также место, видите, здесь просторное. Под сиденьями имеется ниша, которая тоже вкладывается в пожарно-техническое вооружение. А вот это что? Это направляющий трос. Тоже очень удобная вещь. Значит, когда в дыму люди идут, ограниченная очень видимость. Соответственно, вот этот трос проходит между людьми, через карабин проходит. И он мигает светом. И видно, куда направление, куда пошли люди. То есть это очень удобно, очень видно. Мы это очень используем практически в работе. На каждой машине имеется полный объем спасательного инструмента. Так что и на пожаре можно работать, и при ликвидации последствий ДТП. Здесь инструмент рабочий. Проходит обслуживание ежемесячное. Домкрат это. Домкрат. Это ножницы. Как для перекусывания, так и для разжима. Комбинированные ножницы. А вот это? Это станция, с помощью которой все это делает, все работает, весь инструмент. Оно есть ручная. Ручная станция. Вот она. Как ручную, так и гидравлическая. То есть подключаются шланги высокого давления, и подключается инструмент, и происходит работа. А это мы видим пожарные рукава, да? Да, здесь у нас пожарные рукава, которые используются также для подачи воды, на тушение пожара стволы. Ну и, конечно, пожарные нам с гордостью демонстрируют новую экипировку. Куртки, или, как их называют сами огнеборцы, боевки. Пояс с карабином, шлемы и прочее. В том числе и топорик. Он вовсе не дань традиции, отмечает Алексей Орлов. В случае, допустим, если он с крыши, не дай бог, подскаженница падает, у него есть время вытащить его, зацепиться за крышу, спасти. Если есть необходимость где-то рубить, то есть топоры острые у нас, мы за этим следим. В этот момент раздается сигнал тревоги. Не проходят и минуты, как пожарная команда мчится по вызову. Среди членов команды Владимир Ромаш. Он уже не первый год работает огнеборцем. И, может, поэтому так спокойно и смотрит за окно. Но он до сих пор хорошо помнит свой первый серьезный пожар. Тогда в Твери горел один из хлебокомбинатов. Там на втором этаже было загорание. Точно не вспомню, проводка, кажется, замкнула у них и пошло. Точно не скажу. Какие были впечатления от первого пожара? Тяжело. Первый раз было тяжело. А что тяжело? А там все вкупе. То есть и нагрузки, и жар, и дым. Ну, как бы, по не знаешь, что делать. Потому что на учебной нас обучают всему этому. В пожарной как-то принято вот такое первое крещение отмечать? Да, да, да. Это есть такое. А как отмечают пожарные? Обливают водой. Из ствола. Обратно тоже приходится пробираться по запруженной волоколамке. Обилие машин и состояние дорог стало чуть ли не главным препятствием при работе. Отмечает водитель, пожарный с четвертьвековым стажем Сергей Решетов. Разогнаться негде. Не только от того, что загруженность очень большая, конечно. Но и дороги, сами понимаете, и видите, наверное, ходите. Очень плохие, конечно. И это просто убиваем технику. Ну, дороги, конечно, в Тверской области желают лучшего. Очень долгий ремонт у нас идет. Южный мост, Кровский мост. Загруженность большая. Вот сейчас был выезд. Одно отделение у нас сидело в пробке. Поэтому выехало вот наше отделение. Хотя должно было и выехать второе отделение. Не только второй части, но и другим соседям постоянно помогают пожарные из ПЧ номер 4. Кроме того, выезжать приходится не только в другие районы города, но и в сельскую местность. Особенно весной, когда постоянно горит трава. И здесь сложно переоценить помощь коллег-добровольцев. Не все жители региона, а среди горожан, пожалуй, и вообще мало кто. Так вот не все знают о существовании этих бескорыстных помощников МЧС. И не просто помощников, а по сути их коллег, которых с каждым годом становится все больше. Уже сейчас в Верхней Волжи действуют 278 подразделений добровольной пожарной охраны. 119 из них имеют на вооружении настоящие пожарные машины. Одна из таких команд уже около 20 лет успешно работает в деревне Машки Торжокского района. Когда в первой половине 90-х развалились окрестные колхозы, у которых были свои автоцистерны и свои добровольцы, селяне поняли, что они фактически остались пожарами один на один. Деревня Машки Торжокского района – типичная деревня на нашем русском приволе. В случае чего пожарная машина может добираться сюда 40 минут, а то и 2 часа. И поэтому создание добровольных пожарных команд стало настоящим спасением для сельчан. В итоге тогда жители деревни отремонтировали помещения, оборудовав в них гараж, взяли на баланс оставшуюся от колхоза в технику и принялись за дело. Когда те автоцистерны окончательно выбыли из строя, за трудовые, а скорее боевые успехи добровольцы получили от губернатора новую технику. Говорит начальник команды Михаил Осипов, на груди которого уже красуется ведомственная медаль Василий Чайков. Вот эта машина у нас находится в эксплуатации 3 года. Это по программе губернатора она у нас получена. То, что работает она хорошо, быстро воду закачивает, это мне очень нравится в этой машине. Ну, походимость, соответственно, то, что хорошее у нее, это тоже нас благоустраивает, потому что здесь по деревне нам самый хороший аппарат, как бы такой. Это нас устраивает очень, походимость. Машинка нас выручает быстренько. Она сделана на базе ГАЗ-66, полный привод у нее. Двигатель, дизель стоит, с турминой. То есть это хорошо? Да, она скорость набирает, буквально ей без разницы. Она мгновенно идет хорошо, она очень. Всего на вооружении пожарных добровольцев из деревни Машки 4 машины. На одной из них баранку уже который год крутит Николай Иванов. Всю жизнь проработавший механизатором, он и на пенсии не расстается с техникой, а заодно и с мобильным телефоном. Ведь на чеку надо быть всегда. Бывает, приходит, где-то задымилось, проехать на велосипеде приходится, или там на машине посмотреть, как, что, что. Или скажут, и туда уже. Или с сельсовета позвонят, Вера Николаевна. Вера Николаевна – это глава администрации сельского поселения. Она все не нарадуется на своих добровольцев, которые уже не раз выручали не только свои, но и соседние деревни. Особо сейчас, вот в весеннее время, когда горят, идут полы, травяные полы, вот выезжали в Грузины, помогали, выезжали в Сукромлю, потому что мы знаем, что это такое, и знаем, как тяжело людям в такой ситуации находиться. При выезде в соседние деревни сельские пожарные сталкиваются ровно с такими же трудностями, что и их городские коллеги. Бездорожьем, иной раз заметно снижающим оперативность. За деревней Булатниково, там есть деревня Шуклова, до нее бульдозер почему-то не дошел, мы не смогли помочь. Просто тогда у нас еще были машины не такие, мы не смогли помочь тоже. Вот деревня Гусинец, тоже дороги были все переметены, тоже я не смог попасть, просто стоял рядом в снегу, и людям помочь уже ничем не мог, из-за дорог, из-за снега. Вот эти были два случая таких, это полно прекрасно. А так вот в летнее время машины иногда по 8 раз за день выходили. Были случаи, вообще не стояли, только приезжали, сразу заправлялись и опять уезжали. Что-то шили? Ну вот поля все в основном, в основном все поля. Принято вы читать, что вы говорите в летнее время, что траву жгут по весне, пока она сумрает. Ну только она, посмотрите, сколько лет не косится уже. Там сейчас образовалась подушка уже из этой травы и старой. Даже если сейчас вылезет молодая земля, то это пожарная. Вот и получается, что 8 человек пожарной команды деревни Машки на расхват. В том числе и эти пацаны. Им еще и 18-ти нет, но они проявляют завидную даже несознательность, а правильнее сказать патриотизм, помноженный на отличную выучку. Последнюю у добровольцев особенно отмечает начальник Торжевской ПЧ номер 13 Алексей Казаков. Это одна из самых у нас боеспособных добровольно-пожарных команды, которая создана в Торжевском районе. Сколько нас постоянно выручают, выезжают постоянно с нами на пожар. Мы являемся наставниками, постоянно производим с ними обучение, приглашаем их к нам на занятия, наши постоянные помощники верные. И таких верных помощников в области все больше, отмечают в региональном управлении МЧС. Говорят, что неуклонно усиливается кадровый потенциал и профессиональных пожарных. Уменьшается текучка, улучшается материальная обеспеченность. Вот и неудивительно, что в Тверской области с каждым годом растет популярность этой нужной, а самое главное, настоящей мужской профессии. Вот снова в связке идут одной, на тонкой сцепке три сердца бьются. Судьба такая, рискнув собой, уйти в огонь и суметь вернуться. Судьба такая, рискнув собой, уйти в огонь и суметь вернуться.